Вот уже несколько лет жильцы дома 24 по улице Садовая слушают обещания застройщика завершить работу, начатую еще несколько лет назад. Дом имеет целый ряд недоделок. Это и фасад зданий, и придомовая территория, и детская площадка. Районные власти уже осматривали дом вместе с застройщиком и инициативной группой. Был составлен протокол. Компании поручили окончить ряд работ в кратчайшие сроки. У вас стоял срок 15 декабря, на котором вы все согласились, был и ваш руководитель Алмад. Вы мне все подтвердили, что до 15 работа была сделана. Что по жизни происходит? Как оказалось, по жизни происходит немногое. Большую часть обещаний компания опять не выполнила. Те работы, которые все же завершились, вызывают нарекания. Вопрос даже не к срокам сейчас больше стоит, а к качеству. Качество ужасное. Просто у вас плитку, ну реально, в которую плитку положили вместе, уже 5 раз переделали. Она уже 5 раз опять сейчас сломана вся. Плитку кладет электрик. Качество исполнения этого всего, когда плитка лежит, вот так вот стоит, плитка лежит. Это, понимаете, пьяный человек так не положит плитку. Представитель застройщика заверил, что поручения, которые были даны на конец декабря, компания выполнит в середине января 2016 года. Мы сами заинтересованы в быстрейшем устранении, потому что без этого мы не сможем переселить жителей 20-го дома. Пока мы не доведем условно дом, нам просто администрация не разрешит. Несмотря на озвученную заинтересованность компании в разрешении проблемной ситуации, сегодня состояние дома 24 все еще не удовлетворяет жильцов. Не выполнено замонолищивание технологических проемов, где проходят внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации. Остается разобраться и с водосточной системой. Даже эти недоделки, переделки, это ваша обязанность. И ваши были обязательства, за это деньги получили немалые. Мы вам точно ничего не должны. Ни власть, ни жители, которые заплатили. И вести так себя здесь не позволим. В отличие от многих проблемных компаний-застройщиков, Рантек ТМФД идет на контакт с жильцами и властями. Однако обещаниям организации уже не верят. Следующая трехсторонняя встреча состоится после новогодних праздников. В том случае, если на объекте ничего не изменится, компании могут применить жесткие меры, вплоть до отзыва разрешения на строительство.